Всем привет из Нью-Бранслика, Канада. Друзья, видео на тему, почему люди иммигрируют сюда, как так или иначе стремятся сюда, а потом некоторые уезжают все-таки обратно. Уже не первый такой случай, сколько я уже, 8 месяц пошел, как живу здесь, и уже общаюсь и с иммигрантами, и с теми, кто уже и 10 лет здесь, и больше, и кто только в прошлом году приехали и так далее. Ну, я как-то говорил в одном из своих видео, что одна пара из Румынии, молодые, устроились на нашей фабрике, вон на фабрике, и она в кафешке, и что-то у них там не получилось с пиаром, либо им сказали отработать год, я вот не знаю точно. Короче, они психанули и уехали. И пару моих комментариев на этот счет, на вот их счет, друзья. Во-первых, нужно понимать, что Румыния все-таки это страна Евросоюза. Мы жили в Румынии с 2015 года по 2017 год. До сих пор у нас там есть и недвижимость, и автомобиль, и своя недвижимость. И Румыния с 2007 года в Евросоюзе, и она получает европейские фонды для развития там инфраструктуры, как дороги, школы, больницы. И там уровень жизни, да, как бы не так уж и плох. Да, это практически одна самая бедная страна Евросоюза, а не Европы. Европа – это Украина, если не ошибаюсь, самая бедная. А из Евросоюза, в Евросоюзе самая бедная Болгария, а потом идет Румыния. Но по сравнению с Молдовой и по сравнению с Украиной, конечно, там в Румынии жить намного лучше, намного лучше обстоят дела. И поэтому... А еще в Румынии, вы знаете, что гражданство румынское – это как гражданин Евросоюза. Ты можешь ехать, имеешь право жить и работать в любой стране Евросоюза. То есть там, вот, допустим, мой брат живет в Германии, ему там не нужно ничего оформлять там. Ну, если он хочет там потом подать на гражданство, но он имеет все права как гражданина, но кроме как голосовать. Но он имеет право получать все бенефиты, имеет право работать, жить сколько угодно, обучаться и так далее. И что он и успешно делает. И вот жена его сейчас устроится учителем английского языка. Представляете, в Германии она в Молдове работала учителем английского. И вот в Германии она сейчас учится немецкий. И она дальше будет работать по своей профессии учителем английского языка. Что, в принципе, немыслимо для Канады. Здесь пока ты свой статус восстановишь, который у тебя был в стране исхода, нужно путь соли съесть в Канаде. Поэтому вот люди тоже думают об этом, вот особенно те, которые из Румынии, что они приезжают сюда и думают, а нафига. Тут наше образование не особо не признается, по профессии особо не устроишься. То есть очень много нужно сделать, чтобы восстановить свой статус. А я там в Румынии либо устроюсь хорошо, либо я пойду в любую страну Евросоюза и устроюсь хорошо. Потому что у меня румынский паспорт. Понимаете? А вот эта пара, о которой я сейчас говорю, они приехали тоже в начале 2018 года, то есть уже прошлого года. А вот есть мадам, которая работает на нашей фабрике уже больше 10 лет. Мы с ней в одной смене, получается. Много общаемся. В последнее время она говорит, дом ну Леонида, она мне так называет. Ну, как у нас это уважительно, так в Румынии, это господин Леонид. Она говорит, как бы, Анана, вы со мной, как мы привыкли в наших странах. И говорит, я сейчас никому бы не посоветовала эмигрировать в Канаду. Никому. Они сюда же зачем приехали? Они сюда приехали доработать деньги, отложить там, ну, лучшую жизнь. Говорит, я вот работаю 10 лет, у меня нет никаких сбережений. И сейчас я получу, просто я уже, мне осталось год или полтора до пенсии, я уже, как бы, смыслом не куда-то ехать. Я просто приехала за компанию, там, с родственниками, все они уехали в Западную Канаду. А я здесь уже, как бы, отработаю до пенсии, понимаете? Но я сейчас никому бы не советовала эмигрировать в Канаду. И, опять же, я говорю, друзья, тут нужно сделать, опять же, поправку на то, что это люди, которые выходцы из Румынии, из страны Евросоюза, которые имеют права работать, учиться и жить в любой стране Евросоюза, понимаете? И в самой Румынии не так уже плохо. Я лично, если бы я куда-то вернулся, я бы вернулся в Румынию. Не в Молдову, где я родился, а именно в Румынию. Мне там было хорошо, и у меня там есть все, в принципе, обустроено, друзья. А вот, друзья, есть свежий пример. Человек, который приехал, наверное, раньше всех нас. Он из Украины, вот, из нашего постсоветского пространства. Он старше меня на год или на два даже. То есть ему где-то 40-40 лет, где-то. 40-41, может быть. И он приехал раньше всех нас в Сан-Стивене. Он не устроился на шоколадную фабрику, он приехал, как это называется, как это называется. Он рихтует машину, как рихтовщик. И он работает в сервисе. График нормальный у него, в принципе. Не работает ночами. Зарплата, мне кажется, минимальна. Ну вот, мы все же получаем от 11 до 14 долларов в час. Тут на больше рассчитывать, если ты не трак-драйвер, то просто-напросто не строит. Не стоит. А минимально так, чтобы тебе хорошо было жить здесь. Нужно иметь 18 по статистике. Но мы все имеем от 11 до 14. И все, извините меня, но мы все сводим к концу с концами. Друзья, вот так. И у кого есть деньги из дому, те покупают машины и более или менее часы себя свободными. У которых нет денег из дому, начинают скулить уже очень быстро. Вот этот парень, недавно мы его встретили с женой в магазине. Он уже почти год, как здесь. Мне кажется, в феврале у него будет год. Он говорит, что я подался на пиар, где-то в феврале мне должны ответить и так далее. Но я еду обратно в Румынию. Ой, в Украину еду обратно. Еду обратно в Украину. Во-первых, жена его и сын в Украине. Ну, сын, сын, студент, сын старше 21 года. Как я понял, да, или старше 18. Ну, не суть. И жена, он не смог их с собой почему-то привезти. И, может быть, это тоже один из факторов, почему он хочет уехать. Но он не об этом говорил. Он главную причину назвал, почему он хочет уехать обратно. Просто потому, что здесь вкалываешь, как раб на галерах. Просто вкалываешь. Вроде получаешь в разы больше денег, чем на Украине. Но в разы больше расходов. И ты остаешься в разы с меньшими деньгами в кармане. Вот он так говорит. И он один, друзья. У него нету детей, которые... Он, может быть, не знаю, отсылает деньги обратно, что навряд ли. На родину я имею в виду, что навряд ли. Он один без детей, без машины. Парень очень не дурак, очень такой толковый. Довольно-таки он не негативщик. Он довольно-таки такой приколист. Я вообще, когда его встретил, видел, что он приколист вообще. Но вот его грусть печально удалила. И взяла вверх. И он хочет вернуться обратно. Потому что говорит. Я в Украине работал намного меньше. И денег в кармане оставалось намного больше. То есть у меня было больше свободного времени на себя. И, в принципе, заработать денег там я тоже мог, друзья. Ну, тем более, он рихтовщик. Я думаю, что такие специальности везде востребованы. То есть, как бы, он механик. Или он по механике ничего не делает, по рихтовщике. По кузову только. Ну, не суть. Но на самом деле востребованная профессия везде. Поэтому, друзья. Вот такие примеры, понимаете. Меня даже кто-то попросил в личку. Леонид, снимите немного розовые очки. Я смотрю у нас по чату. Это я цитирую сейчас этого человека. У нас в чате все в таких розовых очках, что просто приедут в Канаду, и они будут в шоколаде. Друзья, поверьте мне, уже не первый случай. Я реально вот это...